Добрый день! Ко мне приехала книжечка Амулет Кадзу Кибуиси. Амулет-хранитель камня, помню её название. Это графический роман, который, как нас уверяет издательство Манн Иванов Фёрбер, или коротко миф, переведена на 17 языков, как написано. Что это у нас за история? Это, как уже я сказал, графический роман. Выглядит он вот так. Ну, комикс. Причём это вот комикс-комикс, хоть это и на зонографическом романе, текста тут не очень много, но история для подростков будет интересна. Значит, ну, издано, как обычно, у мифа издано очень качественно, они по-другому издавать не умеют. Лесе, плотная хорошая бумага, очень хороший переплёт, качественный книг, приятного, как держать. Стоит, разумеется. Как всегда, у мифа тоже бумовых денег. Вот эта вот книжка, если без всех скидок, она продаётся что-то около от 800 до 1000 рублей в разных магазинах. По скидке, разумеется, можно найти дешевле. Значит, что это за история? Ну, интересна эта история тем, что вот если вы смотрели мультик Мензаки «Мой сосед Татора», то некоторые отсылки тут, в этой книге, вы увидите. Почему? Ну, потому что та же самая история, что, значит, кто-то переезжает, семья переезжает в интересно какое-то непонятное таинственное место, и дальше там начинаются разные приключения. Значит, чем, ну, разумеется, приключения-то будут свои, и дальше, вот, кроме затравки сюжета, дальше, конечно, тут сюжет пойдёт по-своему, потому что тут начнутся параллельные миры, и, хотя и в моём соседе Татор тоже были параллельные миры, но тут и столь другая, она такая более мрачная, не детская, не совсем уж детская, но для подростков. Значит, дальше тут таинственная вещь, которая открывает портал в параллельный мир, и дальше в этом параллельном мире дети начинают искать куда-то непонятно исчезнушую маму. Ну, а местные существа, скажем так, из этого параллельного мира им помогают. Чем-то даже ещё и, кроме Миядзаки, это чем-то напоминает историю Крапивина и его в глубине Великого Кристалла. Тоже, там тоже параллельные миры, между которыми могут путешествовать только подростки, ну, правда, там никаких кристаллов дополнительных не надо. Ну, значит, что можно сказать? Нарисовано красиво, нарисовано красиво, графика интересная. Ну, не все, но, конечно, в основном покупаешься на такой замок, который вынесен на обложку. На это очень сильно покупаешься, и сразу наша книжка становится интересной. Ну, сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри дальше. Посмотрим, что внутри себя представляет этот амулет поближе. Не на меня поглядим, а на книжку. Это интересно. Ну, вот, как видите, такой типичный комиксоидный формат, в котором больше, конечно, картинок, чем текста. Ну, вот, такие графические романы тоже бывают. За главной обложкой как раз это картинка, которая особенно прельщает. Но, тем не менее, история достаточно интересная, фантастическая и занятная. Я могу порекомендовать это почитать. В вашем случае, подросткам это понравится. Собственно, именно по просьбе подростков эта книжка была куплена. Амулет «Хранитель камня» Кадзуки Вуиси. Издательство «Миф». Издательство «Хранитель камня» Кадзуки Вуиси.